Этот год предназначен для великого излияния помазания. Скажите, великого излияния на мою жизнь. Скажите еще раз. Скажите еще раз. И вам нужно поверить в это, не так ли? Бог будет использовать вас, и вы будете исцелять больных. Господь будет использовать вас, и вы будете изгонять демонов. Бог будет отвечать на ваши молитвы очень быстро. Все это будет результатом действия помазания. И будет прежде, нежели они вас зовут, я отвечу, он дал вам обетование. И оно исполнится в этом году. Я сказал, оно исполнится в этом году. В этом году. Этот год будет величайшим в вашей жизни. Это величайший год. Поднимите руки и скажите, это величайший год в моей жизни. Итак, Господь сказал. И теперь, три ключа, высвобождающих помазание, которые нам так необходимы в этом году. Это Писание, благодаря Ему вы познаете Иисуса. Я учил об этом две недели назад. Молитва в Духе и поклонение в Духе. Сегодня я буду учить о молитве в Духе и ее результатах. И через две недели я буду учить о поклонении и о его результатах. О, Бог! Было бы потрясающе, если бы я завершил учение о поклонении. Вы будете сильно удивлены. Иезекииля 22 глава, 30 стих. Я хочу, чтобы вы сказали следующее. Молитва может совершить все, что Бог может совершить. Скажите еще раз. Еще раз. И вы во всем этом увидите сердце Божье. Ведь здесь мы видим, что Бог жаждет помиловать Израиль. Хотя странно. Я хочу сказать об этом. Тогда вы поймете быстрее. Хотя она не эффективна без ходатайства. Бог Всемогущий установил определенную систему во славе Своей, которая зависима от нашей молитвенной жизни. Бог Всемогущий зависим от ходатая, чтобы Он мог защитить Свой народ. Это то, что было установлено им. Потому что в Иезекииле 22, 30 говорится, «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы передо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Божья воля была в том, чтобы не уничтожать Израиль. Здесь Бог Всемогущий желал спасти Израиль. И удивительно, что Бог не мог спасти Израиль без ходатая. Почему Богу нужно было быть зависимым от ходатая? Почему Он установил такую систему, которая сделала Его зависимым от ходатая? Библия говорит что-то очень потрясающее. Слово Божье провозглашает эти вещи. И в этом есть некое таинство. Слово Божье говорит, что Бог не только приглашает человека ходатайствовать, но Бог умоляет, настаивает на том, чтобы мы были ходатаями за землю. «И смирится народ мой, который минуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей Своих, то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Без ходатая в Бог не двинется. Он установил это для Себя. Это тайна. В Ереме 33, 3, Бог говорит, «Воззови ко Мне, и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Почему Бог так все придумал? Ереме 33, 3, стих. «Воззови ко Мне». Он настаивает, Он умоляет Свой народ. «Воззови ко Мне, и Я отвечу тебе, и когда ты воззовешь, тогда Я покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь, и Я не покажу тебе этих вещей, пока ты не воззовешь». Так говорит Слово Божье. «Почему Бог и сказал в Матфея 7, 7, «Просите, ищите, стучите, просите, и Бог просит нас, чтобы мы просили». И что же это означает? «Я прошу вас, чтобы вы просили, и тогда Я смогу ответить вам». Если вы не будете просить, Я не отвечу вам. Вы не найдете Меня, пока не начнете искать. Я не открою ни одной двери, пока вы не начнете стучать. И Библия говорит, «Не имеете, потому что не просите». У нас в нашем распоряжении невероятная сила. Бог повелевает. «В Матфея 9, 38, повелевает нам, «Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Он, Господин жатвы. Подумайте об этом. Жатва принадлежит Ему, и Он не может высвободить делателей на собственную жатву без молитвы святых. Без молитвы искупленного народа. Господин жатвы ничего не может совершить относительно жатвы, пока мы Его не попросим о ней. Вы слышите? Он, Господин жатвы. Он несет ответственность за жатву. Он повелевает жатве начаться. Но Он не может высвободить жатву, несмотря на то, что Он является Господином жатвы, пока святые не начнут молить о жатве. Вы молили Его сегодня о жатве? Хорошо. В том случае, если вы этого не делали, поднимите руки и попросите Его. «Скажите, Отец, высвободи жатву на мою жизнь. Во имя Иисуса, я прошу Тебя, я молю Тебя, я умоляю Тебя всем сердцем, высвободи жатву, чтобы она пришла во имя Иисуса». И вы только что попросили о жатве, и что-то произойдет. Жатва не придет, и хотя Господь и является Господином жатвы, Он не может высвободить жатву, пока мы не попросим Его об этом. Он тот, кто повелевает. Он главный, но Он сказал, «Я не буду этого совершать, пока мой народ не попросит об этом». «Господь...» Когда вы читаете Писание, вот что вы обнаруживаете. Господь предложил нам полное партнерство в Его плане по спасению человечества. У нас есть полное партнерство с Богом. Бог принял решение об этом. Послушайте. Но ответственность и власть для воплощения, администрирования этих решений Он возложил на нас. Бог в буквальном смысле принимает решение, но говорит церкви, «Я не начну своего движения, пока вы не начнете молиться». Я принял решение, но я не могу этого совершить, пока вы меня не попросите об этом. Вы должны воплотить в жизнь принятое решение той силой, которую я дал вам. Если вы не воплощаете Мое решение, тогда я не исполню его. Это удивительно. Я слышал, как однажды один муж Божий учил об этом, Джим МакАлистер, и он сказал следующее, «Пророчество исполняется только посредством молитвы». Бог может говорить пророческое слово, и Он не исполнит его, пока мы не попросим исполнить его. И мы можем найти в книге Даниила подобные вещи. Когда Даниил читал пророчество Иеремии, он обнаружил, что Бог принял решение вернуть израильтян из Вавилона после 70 лет пленения в Вавилоне. И Даниил осознал, «Мне нужно молиться об этом, чтобы пророчество исполнилось». Бог принял решение, «Я хочу отправить мой народ в Вавилон на 70 лет, и теперь я хочу вывести его через 70 лет». И пророк Даниил читает это пророчество, и он обнаруживает, что Бог принял решение вывести народ после 70 лет пленения, и он становится ходатаем, который воплощает в жизнь Божье решение. Это так удивительно. Кто считает, что это так? Поднимите руки. И вот почему ему противостояли. Вот почему князь Персидский и князь Греция выступили против него. Потому что они увидели, что он является человеком, который понимает, что у него есть власть воплотить в жизнь, принятая Богом решение. Вы можете еще раз сказать, «Вау!» Я хочу, чтобы вы это поняли. Я хочу показать вам, какая у вас есть власть. Бог никогда не давал такой власти ангелам. Он никогда не сказал ни одному ангелу, «Я даю тебе власть воплотить в жизнь мои планы». Когда вы читаете Ветхий Завет, Бог говорит в книге Иисуса Навина еще одно место из Писания, «Я даю тебе землю, иди и завладей ею». Хотя он и сказал, «Я даю тебе ее, я принял решение дать тебе ее, и теперь тебе нужно воплотить в жизнь принятая мною решение посредством битвы, и я дам тебе победу, только если ты начнешь воевать». Я принял решение дать тебе землю, но я не дам ее тебе, пока ты не начнешь входить в нее. Я не дам тебе ее, пока ты не начнешь воевать за нее. И когда ты начнешь сражаться, я дам тебе силу побеждать. Я дам тебе победу, когда ты будешь идти и использовать меч в своей руке. «Я не благословлю боязливых. Я уже дал тебе победу. Пойди и забери ее. Пойди и завоюй ее. Я с тобой. Я позади тебя. Я подержу твои руки». Вау. Он сказал Иисусу Навину, «Я дал тебе землю. Иди и завладей ею. Я уже дал тебе землю». И израильскому народу Бог дал тоже обетование, и они сказали, «Нет». Вы помните книгу чисел? Они не поверили. «Той земле исполи, и мы не будем сражаться». «Мы боимся воевать». Числа 13-14. «Мы боимся». Бог говорит, «Из-за того, что вы не послушались Моего Слова, вы умрете в пустыне». Когда Бог сказал, «Я даю тебе землю, она твоя». Я сказал, «Она твоя». Я сказал, «Она твоя». Бог проговорил ко мне о недвижимости в Орландо. Когда я строил церковь в Орландо, было 40 акров земли. «Я услышал от Господа так ясно». «Я даю тебе недвижимость». «Иди и получи ее». И первое, что я сделал, то, что говорит Библия, я вступил на нее, физически вошел в нее. Я взял с собой некоторых из своих пастырей, и мы вошли в землю. Вошли! Мы не только мечтали, но и делали что-то. Мы физически вошли в землю, чтобы очистить ее. И женщина, миссис Бруер, которая принадлежала земля, хотела 50 тысяч долларов за землю, а у меня не было даже и 50 центов. Я был как раз во Флориде со своим другом Биллом Свордом. Билл попросил помолиться за мужчину, который умирал в больнице, его звали Флойд Минси. Я не хотел молиться за Флойда, потому что я устал. Тем утром я проповедовал, и вечером тоже планировал проповедовать, и хотел поспать после обеда в отеле. Билл Сворд говорит, «Нет, ты не поедешь в отель. Ты поедешь со мной молиться за человека в больницу. Мы потерялись в Майами. Масло брызгало через окно». Я сказал, «Видишь? Нет Божьей воли, чтобы мы ехали туда». Он ответил, «Бенни, это дьявол, не Бог. Дьявол пытается остановить нас, чтобы мы не ехали». Я зашел в больницу. Я был таким грубым и расстроенным. Я совсем не был милым. Я вхожу и вижу, что тот человек лежит в постели, весь в трубках. Я возложил на него руки вот так, говорю перед Богом Всемогущим. Именно так все и произошло. Я подошел и сказал, «Исцелен, до свидания». Я вышел. У меня было столько негатива. Я сказал Биллу Сворду, «Он умрет». Я сказал, «Этот человек умрет». У меня даже не было веры в его исцеление. Я быстро возложил руки и сказал, «Исцелен, до свидания. Уходим». И мы пошли. И до того, как я подошел к лифту, мне потом сам Флойд рассказал, до того, как я зашел в лифт, нажал на кнопку, чтобы спуститься в вестибюль, тот мужчина уже успел выбежать из палаты, отсоединил себя и выбежал. Через неделю он уже сидел у меня в церкви. Эллен помнит его. Она его знает. Он сидел на переднем ряду. За неделю до этого этот человек умирал в Майами, был подсоединен ко всему. Его почки отказывали. Он практически умер. Его почки уже не работали. Врачи сказали, что он не выживет и умрет. И вот он смотрит на меня и спрашивает, «Вы меня помните?» Я был потрясен. Не мог поверить, что это он. И вот он говорит, «Когда вы так грубо возложили руки на меня, когда вы так грубо возложили руки на меня, я почувствовал, как огонь прошел через меня. До того, как вы подошли к лифту, я уже выбежал из палаты, побежал за вами, чтобы сказать, что я уже исцелен. Я почувствовал огонь. Буквально он сказал, «Я почувствовал огонь в теле. Я отсоединил себя и выбежал из палаты». И он сказал, «И вот он я, исцеленный». И затем он сказал, «Я слышал, что вы сказали Биллу, он умрет, но я не умер, я здесь». Он меня упрекнул за это. И знаете, я ему ответил, «Флойд, Бог меня использует, даже когда я делаю глупости». И он выписал чек в то утро, и он сказал, «Бог проговорил ко мне и моей жене, чтобы мы выписали чек». Я не знаю почему, но это 50 тысяч долларов. На землю, на следующий день. Именно на следующий день все решилось. Я востребовал землю, и Бог исцелил этого человека, чтобы он дал это семя. Когда вы востребуете землю, Бог воскресит и из мертвых, чтобы все исполнилось. Хотя врачи сказали, что он умрет, и его почки отказали, но Бог сказал, «Нет, я исцелю его, чтобы благословить Бенни». «Только потому, что я востребовал землю. Настало время для вас востребовать ее». Я сказал, «Настало время для вас востребовать ее». Кто-нибудь закричите «Да!» «Настало время востребовать». Я даю тебе землю. Иди и забери ее. Пойди и завою ее. Пойди и востребуй ее. Войди в нее. Она твоя. «Сражайся!» Бог сказал Моисею. «Я даю тебе землю. Иди и сразись за нее». Нужно хорошо сражаться. Скажите, «Мне нравится хорошая битва». Скажите еще раз. Посмотрите на кого-то и скажите, «Мне нравится хорошая битва». Вот что Иисус сказал. Царство Божье силой уберется. Скажите, «Царство Божье силою уберется». Силою. Силою. Дьявол понимает только силу. Он понимает силу. Вы не можете выиграть без силы. Дьявол понимает только одно — силу. И мы победители. Я только что сказал, «Мы победители». Я сказал, «Мы победители». Пойдите и завоюйте ее. Ничто вас не удержит от ответа. Господь предложил нам полное партнерство в Его плане по спасению человечества. У нас есть полное партнерство с Богом. Бог принял решение об этом. Послушайте внимательно. Но ответственность и власть для воплощения администрирования этих решений Он возложил на нас. Бог в буквальном смысле принимает решение. Но говорит церкви, «Я не начну своего движения, пока вы не начнете молиться». Вы должны воплотить в жизнь принятое решение той властью и силой, которую я вам дал. Если вы не воплощаете мое решение, тогда я не исполняю его. И сейчас давайте присоединимся к пастору Бенни, недавнему служению, которое он провел в Калифорнии. Он завершит это потрясающее послание. Небеса держат ключи. И благодаря их решениям управляются дела на земле. И мы держим ключи, благодаря которым эти решения воплощаются в жизнь. Их невозможно воплотить без нашего участия. Поэтому молитва воплощает Божьи решения. Молитва воплощает в жизнь Божьи решения. Молитва вынуждает его воплотить эти решения. Он уже принял решение. Молитва просто воплощает их в жизнь. Поэтому она не толкает Бога сделать что-то. Он уже принял решение это сделать. И он ищет партнера, который бы сказал, «Я буду с тобой, Господь, делать это вместе». Скажите, «Я Божий партнер». Никакому ангелу не было предложено разделить эту высокую привилегию, только святым. Мы не можем спрашивать, «Отец, что же ты решил совершить?» Бог говорит, «Я принял уже решение. Вот план А, Б и В». Мы будем молиться по пунктам А, Б и В, чтобы все это произошло. Мы воплощаем в жизнь этот план. Мы делаем его реальностью посредством молитвы. Если вы понимаете, о чем я говорю, тогда скажите, «Да, я понимаю». И это ваша ответственность воплотить в жизнь каждое решение, которое принял Господь. Именно ваша молитва воплотит эти принятые решения. Бог принял решение посетить нацию. И Он ждет, пока мы начнем молиться, чтобы Бог посетил нацию. Бог принял решение исцелить вас, но ничего не произойдет, пока вы не начнете просить Его исцелить вас. Бог приготовил все на небесах, всех ангелов, чтобы защитить вас. Но Он не сделает этого, пока вы не попросите Его защитить вас. Он высвобождает ангелов, только когда вы просите Его высвободить ангелов. И мы хвалим Его. Мы возвеличиваем Его. Аллилуйя! Подумайте об этом. Представьте себе, хорошо? Судьба мира в ваших руках. Поднимите руки и скажите, весь мир, судьба мира, будущее человечества, в моих руках. Скажите еще раз. Скажите еще раз. Будущее человечества в моих руках. Вот почему на нас большая ответственность воплотить Божью власть и смириться народ мой, именуемым именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего. То я услышу с неба и прощу грехи и исцелю земли, когда они попросят меня об этом. Настало время молиться за Америку. Молиться о предстоящих выборах. Если мы будем молиться, то Господь сделает это. Если не будем, то не сделает. Это ваше решение. Молиться за вашу семью, чтобы она была спасена. Помните, что я сказал? Молитва исполняет план Божий. Молитва исполняет пророчество. Молитва воплощает в жизнь Божьи решения на земле. Кто-то понимает это? Судьба человечества в наших руках. Давайте посмотрим на потрясающее место из Писания. Псалом 149, из 5 по 9 стихи. Вы понимаете, о чем мы говорим? Псалом 149 говорит следующее. «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих». Давайте прочитаем вместе. «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих». Следующий стих. «Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их». Следующий стих. «Для того, чтобы совершить мщение над народами, наказание над племенами». Оно исходит из их уст, из ваших уст. Восьмой стих. «Заключить царей в их узы, и вельмож их в оковы железные». Девятый стих. «Производить над ними суд писанный, честь сия всем святым его». Аллилуйя. «Это ваша власть. Она принадлежит только святым. Не ангелам. Не миру. Только у святых это честь. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. «Оправдание их от меня, говорит Господь». Только у рабов Господа есть эта власть и сила. Всякий язык против вас вы разрушите словами. И когда вы будете провозглашать эти слова, дьявол будет поражен. Вам нужно провозглашать, чтобы разрушить слова дьявола. Если вы не будете говорить их, ничего не произойдет. Власть и сила в ваших устах. Жизнь во власти языка. Смерть во власти языка. Настало время провозгласить с властью. Настало время провозглашать жизнь во имя Иисуса. Кто-нибудь закричите «Аллилуйя!». Вы все решаете, не так ли? Вам принадлежит власть, и она невероятна. Скажите «невероятная власть». Хорошо. Почему Бог показывает эти вещи? Потому что в книге Бытие 1.26 Бог сказал, «Да, владычествуют». Он принял решение для вас. И это владычество было потеряно, затем восстановлено через крест. И мы находим что-то очень важное. Библия постоянно связывает владычество с молитвой. Бог сказал, «Да, владычествуют». И затем мы находим в Новом Завете, и Ветхом тоже, что владычество связано именно с молитвой. Бог принимает решение, и затем Он говорит, «Хорошо, я дам владычество только тем, кто молится». Скажите, «У меня есть власть, но мне нужно молиться». И в Луки сказано, в Луки 10.19, «Се даю вам власть». И в Луки 10.2 сказано, «Молитесь». Если вы молитесь, то вы получаете ее, если не молитесь, то не получаете. Скажу еще раз. Бог дает нам власть в книге Бытие 1.26, но Он связывает власть с тем, что она зависима от молитвы. Вам нужно молиться, прежде чем вы высвободите ее. Итак, Луки 10.19 говорит о власти и силе, но Луки 10.2 говорит о молитве. Покажите нам на экране Луки 10.2, вам нужно его увидеть. «И сказал им, «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите. Здесь сказано, вам нужно молиться. Когда вы молитесь, тогда вы читаете какой стих? Давайте, прочитайте ниже. 19.10.19 говорит, «Се даю вам власть». Но сначала вам нужно молиться. Второй стих говорит, «Молитесь». 19.10. «Се даю вам власть». После того, как вы помолитесь. Мы видим то же самое в послании к Римлянам 8.26, Римлянам 8.37. В Римлянам 8.26 говорится о молитве. В Римлянам 8.37 сказано, что все преодолеваем силой. Но мы не одержим величайшую победу, пока не начнем молиться. Потому что сказано, что нам нужно молиться духом. И после того, как вы помолились, вы принимаете силу, чтобы стать больше, чем победителем. Вы слышите? Мы видим что-то удивительное на протяжении всей Библии. У нас есть позиция в Господе. Позиция Господа Иисуса на земле. Но мы не можем применить его власть без молитвы. У нас есть его позиция, и в то же самое время мы не можем ее применить без молитвы. Это удивительно. Скажите, у меня есть его позиция, и я не могу действовать в ней без молитвы. Я надеюсь, что вы понимаете. Исайя 45, глава. 11 стих говорит, «Вы спрашиваете Меня о будущем сыновей Моих». И это означает молитву. «И хотите Мне указывать в деле рук Моих? Просите Меня, прежде чем вы укажете Мне». Исайя 45, 11. «Вы спрашиваете Меня о будущем, и затем укажите Мне». Вы не можете высвободить силу, пока вы не помолитесь. И это невероятная сила. Библия говорит, что даже Сыну Божьему нужно было молиться, прежде чем Он получал власть и силу. Послание к Евреям 5, 7 говорит нам об этом. Пожалуйста, посмотрите вместе со мной на экран. Евреям 5, 7 говорит нам, что только через молитву Он получает власть. Он в однеплоти Своей, сильным воплем, и со слезами принес молитвы и прошение могущему, спасти Его от смерти. И услышан был за Своё благоговение. Нет, никакой власти без молитвы. Он был услышан и спасен от смерти. И это означает власть и силу. И Он не был спасен, пока не помолился. Сила не высвободилась, пока Он не помолился. Паул Билхаймер был великим мужем Божьим. Я познакомился с ним в Калифорнии много лет назад. Вот что он сказал. «Молитвенная комната — это арена, на которой Бог взращивает победителей». Да. «Молитвенная комната — это арена, на которой Бог взращивает победителей». Вот где Бог поднимает победителей. Именно в молитвенной комнате. Поэтому человек должен молиться. Именно молитва высвобождает власть и силу Божью. Иэм Баунс, один из величайших авторов книги о молитве, сказал следующее. «Бог формирует мир посредством наших молитв». Исайя 66 глава, 8 стих говорит. «Сион едва начал родами мучиться, родил сынов своих». Без родов нет рождения ребенка. Исайя 66, 8. «Сион едва начал родами мучиться, родил сынов своих». Здесь есть что-то очень важное. Вы можете открыть книгу Откровения, 22.17? Я хочу показать вам что-то потрясающее. «Бог не избрал ни одной души для спасения, пока церковь не победит». Это просто удивительно. О, мой Бог! Если Дух Божий не привлекает кого-либо к Богу, это означает, что церковь не молится. Посмотрите на этот стих внимательно. И Дух и невеста говорят, «Приди!» Это молитва. Мы взываем к Богу, чтобы Он пришел. Это молитва. Мы молим, «Приди, Господь Иисус!» Это означает молитву. «И слышавший да скажет, «Приди!»» Это означает церковь, которая молится. «Жаждущий пусть приходит». Смотрите, это удивительные слова. «Желающий пусть берет воду жизни даром». Это означает спасение людей. Они не могут взять воду жизни, пока мы не будем молиться. «Приди, Господь Иисус!» Это удивительно. Я сказал, «Это удивительно». Мы должны молиться, прежде чем они получат воду жизни. Они не могут спастись без нашей молитвы. Разве это не удивительно? Поэтому Бог не избирал спасти кого-либо, пока церковь не превозможет. Если Святой Дух не привлекает человека к Богу, это означает, что церковь не молится. Если Святой Дух не привлечет человека, тогда душа будет потеряна. И Дух, и Церковь говорят, «Приди!» Мы молимся в Духе Святом. Такую молитву Бог слышит. Дух Божий молится через невесту Христа и говорит, «Приди!» Я соединяю свою жизнь с Духом Святым. Я молюсь в Духе... Святой Дух молится через мою жизнь. «Приди, Господь Иисус!» И слышавший приходит... И слышит кто? Когда Я молюсь, Святой Дух прикоснется к ним, чтобы они услышали Его голос. Аллилуйя! Жаждущий пусть приходит. И если Я не молюсь, никто не возжаждет и не придет, чтобы взять воду жизни. И если Я не молюсь и не говорю, «Приди, Господь Иисус!» Тогда невозможно будет тем, кто должен спастись, прийти так же. Они не придут и не получат воду даром. Поэтому моя молитва... Именно моя молитва... Приводит души в Царство Божье. Сион едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Через наше ходатайство... Или из-за недостатка ходатайственной молитвы... Мы удерживаем силу жизни или смерти над душами людей. Мое ходатайство высвобождает жизнь. Недостаток ходатайства высвобождает смерть. Жизнь и смерть во власти языка ходатая. Вот что означает этот стих. Писание говорит, жизнь и смерть во власти языка. Какого языка? Молящегося языка. Есть о чем задуматься. Амаз 9.13 говорит, что великая жатва наступит благодаря молитве. Покажите нам, пожалуйста, Амаз 9.13. Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь... Кто такой пахарь? Пахарь означает молитвенника. Тот, кто пашет, означает молящегося человека. Когда вы пашете, вы молитесь. Вот что означает пахать. Вот наступят дни, когда пахарь застанет еще жнеца, отопчущий виноград сеятеля, и горы источат виноградный сок. Это означает пробуждение. Пробуждение приходит, потому что кто-то вспахивает землю. Аллилуйя. Помазание сошло на Елисея, когда он вспахивал землю. Илья бросил милость на него, когда он пахал свое поле. Когда вы вспахиваете землю, вы приобретаете милость. Я готов быть пахарем. Третья книга Царс, 19 глава. Он пахал поле, и Илья бросил на него милость свою. Бог готов накинуть милость на каждого, кто будет пахарем. Поэтому что мы должны делать? Быстро перечислю, я уже заканчиваю. Номер один. Приготовьте свое сердце. Прежде чем вы начнете взывать Господу, приготовьте свое сердце. Иов 11.13. И как его подготовить? Через Слово Божье. Именно так потечет помазание. Ниемя 1.6. Говорит, что у вас должно быть желание быть услышанным. Пожалуйста, посмотрите эти места из Писания. Прочитайте их позже. Хорошо? Ниемя 1.6. Говорит, что мы жаждем быть услышанными. Поэтому сначала Иова 11.13. Прежде чем вы начнете взывать к Богу, приготовьте свои сердца. Номер два. Желание быть услышанным. Ниемя 1.6. Номер три. Бытие 32 глава с 9 по 11 стихи. Используйте Слово Божье, когда вы молитесь. Используйте Его Слово. Мы покажем стихи очень быстро. Книга Бытие 32 глава, 9 стих. Такое сильное место. «И сказал Иаков, Бог Отца моего Авраама и Бог Отца моего Исаака, Господи, сказавший мне». Вот этот ключ. Он напомнил Богу слова, которые он сказал Иакову. Используйте слова, которые Бог дает вам. Сказавший мне, «Возвратись в землю твою». Поэтому вы не можете молиться, пока не подготовите свое сердце. Иова 11 глава. «Вы не сможете молиться, пока у вас не появится желание быть услышанным». Ниемя 1.6. «Вы не можете молиться, если не будете использовать Слово Божье». «Отец, ты мне сказал». «И вы не сможете молиться, пока вы не исповедуете все свои грехи». Псалом 65.18. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Поэтому вам нужно исповедовать свои грехи. Номер 5. Наконец, «Всякое идолопоклонство должно быть уничтожено в вашей жизни». Иеремия 11 глава, с 11 по 14 стихи. «Идолопоклонство должно быть уничтожено, прежде чем Бог услышит молитву». Вы сегодня услышали о тайнах Царства Божьего. Вы готовы увидеть, как все это начнет происходить в вашей жизни? Поднимите руки и скажите, «Спасибо, Господь! Все эти вещи приходят в мою жизнь». Аллилуйя!